Добрый день, друзья! Это подписчики канала Гриша из Брисбена с очередным видео, которое снято без редактирования, без монтажа и одна правда. Сегодняшнее видео на очень серьезную и довольно-таки тяжелую тему – образ жизни, диета и рак. Я хочу подчеркнуть – это видео одной из серий. Поверь мне, я не доктор. Я не доктор. И все, что будет сказано в этом видео – это не медицинский совет, это последние диссертации, прочитанные, последние лабораторные исследования, которые пытаются помочь ученым понять, как работает тело человека и потом научить докторов. Также, если сегодняшнее видео понравится, я вас прошу – нажмите красную кнопку «сабскрайб» и подпишитесь на мой канал. Нажмите колокольчик, чтобы не пропустить ни одно будущее мое видео. Давайте начнем сначала. Давайте поймем, что я не буду объяснять, что такое рак. Но то, что я хочу сказать, что никто не выбирает рак. Стилем жизни вы не можете… хорошим стилем жизни вы не сможете предотвратить рак. И также я хочу сказать, что чересчур много видов разного рака, и это несправедливо, все раки в организме ставить на одну линию. Все раки разные, они по-разному работают, они по-разному распространяются. И когда я говорю «рак», это все неправильно, но то, что правильно, это то, что можно с этим сделать. Давайте поймем, что нужно сделать, чтобы была меньше возможности заболеть раком. Первое – это окружающая среда. Например, загрязнение воды, воздуха, продуктов питания. Все, что вокруг нас. Всегда, когда вы употребляете что-то в пищу, нужно подумать, кто это опрыскивал, чем кормили, где взяли, по каким трубам текло. Но, если у вас есть хоть какая-то возможность повлиять на чистоту своих продуктов, это первый шаг вам помочь избежать тяжелой болезни рака. Второе – это окружающая среда. Большинство времени мы проводим в офисе или дома. Давайте подумаем, какие стандарты существуют вокруг нас. Все, что вокруг нас находится, наши вещи, мебель – это вещи, которые вспоменяются. Есть специальный стандарт, сколько химикатов вложить в вещи, как, допустим, мебель и всякое такое, чтобы оно не загоралось. Эти все химикаты вызывают рак. И, когда мы покупаем мебель или вещи, очень мало из нас задумывается, что находится в тканях, что находится в материалах. Я не думаю, что много нам расскажут правды, если мы будем спрашивать у продавцов. Но, если вы можете проделать какую-то работу до того, как вы выберете, что вы покупаете, вам это поможет также предотвратить раковые опухоли в будущем. И третье – это стиль жизни. Я считаю, что в тот момент, когда окружающая среда, почти у нас нет выбора, что с ней делать, то есть курение, употребление алкоголя, употребление нелегальных веществ, употребление неправильно медицинских препаратов. Все влияет на зарождение раковых опухолей. Простой пример, можно сказать, допустим, одной из стилей жизни, допустим, у вас есть возможность приготовить еду в пластиковой таре или, допустим, в стеклянной таре, да? Если вы подогреваете еду в пластиковой таре, количество химикатов, которые могут повлиять на зарождение рака, увеличивается. То же самое при курении, то же самое при потреблении алкоголя. На это нужно обращать внимание. Если у нас почти нет возможности выбирать, где делается мебель, где делается одежда, какой воздух вокруг нас, вода, то у нас есть возможность, как устраивать свой способ, образ жизни, чтобы избежать потенциально раковых опухолей. Давайте также поговорим о диете и раке. Читая последние диссертации, очень много доказательств приходит тому, что раковые клетки в основном питаются глюкозой. И если нет глюкозы в организме, эти клетки не совсем переносят эту среду, и они стараются в эту среду не попадать. Что я хочу сказать, что вся еда, которую вы потребляете, если она вызывает выброс сахара в кровь, у вас будет больше потенциальной возможности в какое-то время своей жизни заболеть раком. И последние исследования показывают, что люди на кетогенной диете после медицинского вмешательства выздоравливают на 90%. То есть только 10% летальных исходов. Люди, которые не на кетогенной диете, 50% и меньше. То есть представляете, у вас шанс, если вы правильно питаетесь, на 40% предотвратить рак или избежать негативных последствий, если вы уже получили, у вас медицинское есть, вы идете через какое-то медицинское обследование. Также хочу обратить внимание, что не все так хорошо с нашими больницами. Если вы упали в больницу на медицинское обследование и лечение рака, обратите внимание, чем вас кормят. Я поставлю линк внизу насчет здравоохранения, фруктозы, глюкозы. Но дело в том, что в моей последней посещении больницы, когда навещал друзей и знакомых, я заметил, что больницы кормят в основном углеводами. Бутерброды, паста, макароны и всякое такое. Я этого не могу понять. То есть то ли это слишком им дешево и выгодно, то ли они не разговаривают с учеными, которые хотят понять, как работает организм и как работают раковые клетки. Но для меня это просто непонятно, как все ученые кричат, что сахар порождает патоген, и наши больницы до сих пор кормят нас едой, которая вызывает сахар в крови. Таким образом, ребята, если хочется помочь своему организму предотвратить, я не скажу, что предотвращаете, но уменьшить возможность заражения раком, или если уже ваши знакомые, друзья, или вы имеете какую-то степень ракового заражения, давайте поговорим о кедогенной диете. У вас будет больше, чем 90% шансов избавиться от этого недуга. Также я хочу быстренько этот вот обсудить, как гликоза попадает в кровь. Это было видео, которое я выложил до этого, но я быстренько пройдусь. Употребление углеводов переводится в кровь. Углеводы не являются необходимым питанием для нас. Мы можем сейчас без углеводов. Углеводы просто вкусные. Старайтесь их избегать. Второе, стресс. Стресс в жизни колоссальный. Пытайтесь избегать стресса. Стресс выбросит гормон кортизол. Кортизол выбросит сахар. Сахар в тело. Таким образом будет сахар в крови. Третье, плохой сон. Сверху, плохой сон будет являться кортизолом, будет являться стрессом, будет являться сахаром в крови. Если у вас есть, если вы употребляете кучу углеводов, у вас жизнь стрессовая и плохой сон, ребята, обратите внимание на стиль жизни. У нас жизнь всего одна. Нужно правильно, нужно себе дать хороший шанс ее прожить хорошо. Дальше идет ожирение. Ожирение, все понимают, что это стресс для организма, опять-таки это заход в раздражение стресса, не буду это обсуждать. И последнее, которое не самое очевидное, но также является большим фактором, это болезнь ожирения печени. В принципе, печень это фильтр всего нашего организма, если она работает неправильно, есть очень много побочных эффектов. Я выложу видео о печени отдельно, пожалуйста, обратите внимание, тоже очень интересное видео. Я очень надеюсь, что видео помогло кому-то из ваших близких, знакомых, и пожалуйста, передать его дальше. Дайте знать людям, что у людей есть выбор, что делать и как помогать друг другу. Если вам понравилось видео, пожалуйста, подпишитесь, ставьте лайк, нажмите на колокольчик, и я буду снимать больше интересных видео. Большой привет, до следующего раза, Гриша. И ничего, до сегодня. Субтитры сделал DimaTorzok Bell